По тропинке хожу, просто около тропинок собираю, далеко не захожу. Вот собираю в основном свинушки, опять они попадаются. Елена Селезнева ходит в лес нечасто, боится заблудиться, ходит тропами, которые знает, старается не заходить далеко. В грибной охоте, как и на звере, многое зависит от простого везения. Каков урожай грибов? Ну, урожай есть, грибы уже пошли, уже не первую неделю собираю. В основном свинушки, сыроежки, ну, есть и благородные. Вот подосиновик, например, есть, подберезовик тоже нашел. И белые там где-то на дне тоже, в принципе, есть, не буду сейчас искать. Скажите, как ориентируетесь в лесу? На что обращаете внимание? Чтобы не потеряться? Ну, в лесу, чтобы не потеряться, во-первых, запоминаю, откуда я зашел и куда надо выходить. Во-вторых, как бы по солнцу тоже. Ну, если солнца нет, по просветам, там где темнее, стараюсь туда не идти. В основном так, звук машин. Много заядлых грибников среди пожилых людей. Собрать полное ведерко – большая удача. И опята, и эти свинушки. Давайте, давайте, покажем, сколько. Да ладно. Это за сколько времени это вы собрали? Сколько можно? Часа три, наверное, да? Часа три. Вы даже и компас берете с собой? Обязательно. Вот компас. Вообще, кто знает, как ориентироваться в лесу, кто может? Мы по солнцу всегда. Две недели проливных дождей, и вот он, первый урожай летних грибов. Люди устремились в леса в надежде собрать как можно больше природных даров. Но уходят настолько далеко, что обратно не находят дорог и обращаются в службу спасения. В городском округе Щелково отмечены первые такие случаи. Чаще всего спасатели выводят заблудившихся людей из Фриановского лесничества и его окрестностей. С начала лета 17 случаев. Последний произошел в минувшее воскресенье. 80-летний мужчина. Один ушел в лес. Родственники спохватились о дедушке к вечеру. О своем походе на природу пожилой человек никому не сказал. Стали прочесывать по квадратам. Хотя бы был положительный момент, что знали примерно место расположения. Поэтому, можно сказать, хорошо для него удачно завершилось. Там, где позволяет местность, щелковский спасатель использует мобильные средства передвижения. Снегоболотоход «Стелс». 70 л.с., полноприводный, оборудованный лебедкой, дополнительным светом. И емкостями для воды. По просекам, по грунтовым дорогам, по пушкам объезжают спасатели, имея с собой громкую связь. Есть на вооружении спасательного отряда и более сложная техника. Два квадрокоптера, которые позволяют проводить наблюдение с высоты, облетать и осматривать довольно большую территорию. Также походные туристические навигаторы, GPS. Пока у нас все потеряшки найдены, как мы их называем. То есть, в основном, это люди пожилого возраста. В самых сложных ситуациях щелковские спасатели прибегают к помощи коллег из поисково-спасательного отряда номер 2 МОЗ «Облпошспаса», которые территориально ближе расположены к лесному массиву, оказывают поддержку и общественники из организации «Лиза Алерт». Чтобы не потеряться в незнакомой местности, следует придерживаться нетрудных правил. Во-первых, надо обговорить со своими знакомыми, родственниками ваш маршрут, куда вы планируете время, когда вы планируете вернуться. Далее, уходить в лес желательно не одному. То есть, зачастую вот это мы одиночек ищем. Надевайте на себя яркую, желательно белого цвета одежду. Никакого камуфляжа. Грибники идут в лес не для того, чтобы партизанить. Возьмите с собой воды и медикаменты, если их вам положено принимать по часам. Не забудьте про телефон или смартфон. И дополнительные заряженные аккумуляторы к ним. Постарайтесь избегать буреломов. Это самый травмоопасный участок в лесу. Во время пути старайтесь запоминать ориентиры. Высоковольтные линии электропередач. Просеки. Поможет найти вас среди деревьев приём постукивания палкой по стволам. Звук распространяется на 2 километра. Каждый день дожди. Будут и грибы. И пусть дорога до леса будет для вас максимально короткой. Михаил Налётов, Сергей Максимов. Щёлковское телевидение.